...технологии и интеллектуальной энергетики в разных аспектах. Это и учёт, и телекоммуникация, и так далее. Первый доклад я представляю господина Вольков-Кта-Домана, вице-президента кластера Центральной Восточной Европы по направлению нефтегаза и электроэнергетика компании АТОС, с докладом «Интеллектуальный учёт в Европе. Вызовы и решения на основе выполненных реализаций требований Евросоюза». Пожалуйста. Добрый день, дамы и господа. Приветствую вас от имени компании АТОС. И я хотел бы в своём выступлении развить тему, которую утром поднял Мигель. Он сделал отличное вступление. И я хотел бы продолжить этот разговор о внедрении в Европейском Союзе умных систем измерения. И я хотел бы остановиться на финансовом аспекте этого вопроса о том, какие затраты стоят за всем этим. Мне представляется, что эта тема будет интересной для вас. Вначале, правда, хотел бы сказать несколько слов о компании АТОС. Компания АТОС – это результат сотрудничества компаний «Семенс» и АТОС. Мы один из крупнейших поставщиков услуг в Европе. У нас работает более 8 тысяч сотрудников. Мы работаем в 40 с лишним странах. Только в России у нас насчитывается в настоящее время порядка 700 сотрудников. Но вот эти слайды я в целях экономии времени не пропущу. Почему мы обо всём этом говорим? К сожалению, карту не очень хорошо видно. Это пилотные проекты в области умных сетей и систем измерения, которые существует компания АТОС. У нас имеется такой пилотный проект во Франции. Это линия протяжённостью 300 тысяч, которая насчитывает 300 тысяч измерительных приборов. И в рамках этого проекта компания АТОС выступила в качестве генерального подрядчика. Мы поставили и измерительные приборы, и централизованную информационную систему. Кроме того, в Милане у нас имеется система, насчитывающая 3 миллиона счётчиков. И наше же решение осуществляет мониторинг всего этого хозяйства, управляет им. Сегодня утром уже говорилось о том, что Европейский Союз поставил перед собой определённые цели, которые должны быть достигнуты к 2020 году. И умные измерительные приборы призваны обеспечить достижение этих целей. Но для этого должны быть выполнены определённые требования. Для чего всё это нужно? Это необходимо и для борьбы с парниковым эффектом, и для решения других проблем. Мы ставим перед собой цель выйти на 20% показатель использования возобновляемых источников электроэнергии. Не стоит объяснять, для чего нам нужны умные сети и системы управления. Мы переходим от централизованной информационной системы к децентрализованной. Одним из преимуществ такого подхода является то, что распределение операторов и компаний, если мы сможем внедрить эту технологию, особенно применить на качество обслуживания в часы наибольшей нагрузке, даст нам потрясающий результат. До сих пор очень мало говорилось ещё о интеграции конечных пользователей и повышении качества их обслуживания. Все интегрировали до сих пор измерительные приборы, но никто не ответил на вопрос, а что пользователям со всем этим делать. Вернее, что пользователи со всем этим делают, если какой-нибудь счётчик установлен где-нибудь в бейсменте, в подвале, на чердаке и так далее. Но сейчас ситуация меняется. Не буду зачитывать то, что написано на этом слайде, вы можете сами прочитать. Это вот новые директивы Евросоюза. Это те документы, которые призваны обеспечить достижение всего этого к 2020 году. 80% потребителей должны быть оснащены интеллектуальными измерительными системами. Причём эти системы должны быть интероперабельны, совместимы. Мы к этой теме ещё вернёмся. Ну и, естественно, необходимо провести расчёт дохода на вложенный капитал. Без этого невозможно понять, как всё это будет делаться. Внизу говорится о эффективности. Необходимо, чтобы потребитель мог получать информацию о энергопотреблении в реальном масштабе времени. И счета должны выставляться на основе реального потребления. То есть определённые требования к биллингу предъявляются теперь. Это вот работа, которая была сегодня. Постольны также определённые цели в области энергосбережения и энергоэффективности. Эти требования сегодня приобретают обязательный характер. Это то, что нас ждёт в будущем. Пока ещё внедрение реальных систем находится не на достаточно высоком уровне, но, тем не менее, оно набирает темпы. И снова я не буду подробно зачитывать все эти основные требования к функциональности. Каждая страна, которая внедряет интеллектуальные системы измерения, сегодня все операторы предлагают больше набор функциональных возможностей, чем предусмотрено требованиями, установленными Евросоюзом. К этому тоже можно будет подробнее вернуться. Это вот один из самых интересных слайдов. Здесь содержится информация о планах разных стран по развертыванию систем. Но обратите внимание на Швецию. Швеция уже приступила к развертыванию таких систем. Италия. О ней то же самое можно сказать. Финляндия прошла достаточно далеко. В Италии уже внедрено порядка 2 миллионов 400 тысяч измерительных приборов, счётчиков. Франция ждёт денег. Техническое решение имеется. Его эффективность подтверждена пилотным проектом. Но регулирующие органы во Франции ждут, когда государство выделит деньги. И когда эти деньги будут инвестированы в решение этих задач. Здесь представлена картина по Австрии, Великобритании, Дании. Дания уже где-то на 40-50 процентов выполнила эту задачу. Так, куда мне нажать, чтобы убрать это? Далее идут восточноевропейские страны, такие как Польша, Румыния, которые также добыли значительного прогресса в области внедрения интеллектуальных датчиков и счётчиков. Ну, смотрите, первопроходцами здесь являются Швеция, Италия и Финляндия. Справа представлены страны, которые работают в инициативном режиме. Это Ирландия, Чешская республика. Есть также такие страны, за действиями которых регулирующие органы. Это Франция, Великобритания, Испания. А они так активно немножечко отстают. Какие же из проектов казались наиболее успешными на сегодня и почему? Это та же самая карта, и вот эти вот графики показывают, где, в какой стране, сколько счётчиков установлено. У кого-то этот столбик всего 2 миллиметра, кто-то продвинулся в значительной степени вперёд. Что касается политики Европейского Союза, за всем этим стоит аргументация, которая прозвучала сегодня утром. Будущая поставка электроэнергии будет основана в значительной степени на децентрализованном подходе. Это обеспечит ей гораздо большую гибкость. Гораздо большую гибкость получат клиенты. В результате весь этот рынок будет в большей степени ориентирован на конечного потребителя, в отличие от рынка, в основе которого лежит централизованная модель. Что же даст внедрение всех этих технических решений? Об этом говорится на этом слайде. Это то, что, по сути дела, представляет собой видение Европейского Союза. Функционал интеллектуальных сетей как раз обеспечит поддержку таких моделей, в результате чего этот рынок станет рынком, ориентированным на конечного пользователя, конечного потребителя. Здесь найдется место небольшим электростанциям, местным хранилищам электроэнергии и так далее. Итак, что делается сегодня? Что нужно сделать для того, чтобы внедрить вот такую распределенную систему, интеллектуальную систему? Здесь видите четыре блока. Но вначале необходимо подумать о том, какую аппаратную инфраструктуру следует развернуть, какие протоколы следуют опираться. Далее необходимо задуматься о этапах развертывания системы. Следует обратить внимание на опыт, накопленный другими, в рамках других проектов. Следует задуматься на вопросах последующей эксплуатации и эксплуатационных затрат. Очень важно также, чтобы было разработано программное обеспечение централизованной системы. Ну и, наконец, интеграция с существующими производственными процессами. Тут речь идет и о новых тарифах, и о новых сервисах и так далее. Зачастую этот аспект недооценивался, сегодня мы обращаем на него очень большое внимание. Если ваша компания разрабатывает какую-то программу, она обязательно должна обратить внимание вот на эти четыре составляющих, они должны присутствовать. Это те четыре параллельных потока, над которыми необходимо работать одновременно. Это вот один из главных выводов, которые мы сделали, проанализировав опыт всех основных проектов. Мы уже с вами упоминали такой аспект, как совместимость. Первый проект выглядел примерно вот так. Итак, инфраструктурный стэк, PLC. Далее, головной поставщик А, централизованная информационная система, такая единообразная система, однородная система. Но проблема заключалась в том, что мы зависели от одного поставщика аппаратных средств. Следующий проект. Это проект, который был реализован в Швеции. Это модель, которая сегодня применяется в разных пилотных проектах. Большое количество поставщиков измерительных приборов. Далее, одновременное использование нескольких поставщиков концентраторного оборудования, А и Б. Очень сложное решение, вы не зависите уже от вендоров. Но если говорить о бэкэнде, там вы нажимаете кнопку, и ваша централизованная система должна понимать язык и функционал разных датчиков и измерительных приборов, установленных в разных регионах. Таким образом, чтобы привести все это в соответствие, требуются значительные технические усилия. Намного более значительные, нежели в первом примере. Швеция, например, в результате вернулась к первой модели, потому что технические усилия при использовании второй модели потребовались значительно больше. Потребовалось также и гораздо большее количество обслуживающего персонала, сотрудников. Третья модель, это модель, которую мы реализуем во Франции, компания ИРВФ. Компания ИРВФ сказал нам, вот какой стандарт мы предъявляем, какие требования предъявляем PLC. Все поставщики счетчиков должны следовать этому стандарту. В результате они получили экономичную систему, заручились взаимозаменяемостью всех компонентов, сегодня они могут снять датчик одного производителя, заменить его на датчик другого производителя. Все работает единообразно, однородно. То есть они имеют, с одной стороны, все преимущества первой модели, с другой стороны, они не зависят от конкретных вендоров и располагают существенной гибкостью. Таким образом, мы видим, что второй пример, это не то, что нам нужно при массовом внедрении. Первый пример, конечно, более эффективен, но и он характеризуется значительными недостатками. Таким образом, мы голосуем за третий пример. Мы сегодня говорим о совместимости и взаимозаменяемости. Чтобы они были возможны, требуются стандарты. Все счетчики должны быть исполнены на основе виденных стандартов. Но в области стандартизации существует определенная проблема. И эта проблема сегодня решается. Когда она будет решена, только тогда мы сможем греть о массовом внедрении. Первым этим занялся НЛ-консорциум. У них был свой стат. Ну, во-первых, они сами выпускают счетчики, датчики. Именно поэтому у них сегодня инсталлированная база насчитывает 40 миллионов. Единственная страна... Итак, первый опыт наш, это испанский опыт. Далее по Франции. Все остальные страны полагаются на вторую модель. Именно поэтому мы не можем говорить об их успехе. Теперь, что касается денег. Слева представлена стоимость модели и RDF. Сюда входит и стоимость датчиков, и стоимость монтажа. Чем больше денег мы инвестируем на этом этапе, тем меньше затраты мы несем потом. Необходимо также не упускать стоимость последующей эксплуатации. Слева представлен пример, который стоит порядка 40 миллиардов евро. во Франции используются очень дешевые счетчики. Стоят они всего лишь 35 евро. Где-то 30-40 евро приходится на монтаж. Нетрудно посчитать все остальное. Если говорить о централизованной информационной системе, ее влияние не так важно. Чем больше у вас счетчиков естественно, тем более сложные требования предъявляются к централизованной информационной системе и системе управления. Но здесь перейдем на довольно любопытное сравнение. Начнем снизу. Здесь представлены крупнейшие страны, такие как Великобритания, Франция и Италия. Если взять все их инвестиции за 15 лет, включая всех эксплуатационных затраты, мы увидим, что в Великобритании затраты на счетчик в год составляют примерно 31-32 евро. Во Франции эти же затраты, я уже говорил о их инвестициях, 4,5 миллиарда евро, так вот, включая эксплуатационные затраты, хотя это неофициальная цифра, они тратят где-то 30 евро на счетчик в год. Это очень недорого. но никто еще пока не может сравниться с Италией. 31 миллион счетчиков при цене 6 евро 70 евро центов на счетчик в год. Они бесспорный чемпион, никто к ним пока еще близко не подошел. В Австрии, например, где-то 23, при этом они когда-нибудь используют единую информационную систему, для них цена составит 14 евро. Итак, что нам требуется сегодня? Ну, во-первых, нам требуется стандартизация. Если мы не стандартизируем PLC, мы не сможем ни при каких обстоятельствах точно рассчитывать свои затраты. Далее, снижение затрат на каналы связи, на коммуникации. Далее идет автоматизация при развертывании. Мы уже видим примеры такой автоматизации в Милане. Автоматизация позволяет им устанавливать новые счетчики за рекордные сроки, 5-6 минут. Никто не может понять, как они работают, но это именно так обеспечивает им значительную экономию. Наконец, последний аспект. который иллюстрируется примерами Франции и Великобритании. Это централизация эксплуатации везде, где это только возможно. И здесь нам помогают такие системы, как ERP. Чем сложнее, чем крупнее наша инфраструктура интеллектуальных счетчиков, тем проще нам решать эти задачи. Есть уже примеры решения задач на основе частного облака. Это то, что присутствует сегодня в Милане. Итак, мы видим частное облако с 31 экземпляром вот такой централизованной системы мониторинга управления. Работает все это очень эффективно. мне уже пора заканчивать мою презентацию. Это презентация, с которой выступал представитель компании Indesa. В своей презентации он говорит о том, что коммуникация и связь играют ключевую роль. Недостаточно иметь умные датчики, умные измерительные приборы, очень важно иметь возможность эффективно получать данные, которые они считывают эффективно, практически в реальном масштабе времени. Поэтому, когда речь идет о реализации проектов, нельзя недооценивать роль канала в связи. Есть масса других решений, масса других примеров. К сожалению, у нас недостаточно времени для того, чтобы подробно обсудить их на этом мероприятии. Если у вас будут какие-то вопросы, я думаю, вы сможете ко мне подойти и задать. Спасибо за интересный доклад.